Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. Приехал и просто ужаснулся. Поваленные заборы и сорванные крыши. Могут ли пермики, пострадавшие от урагана, надеяться на помощь властей? Это административное здание, то есть тут прописать в принципе невозможно было. Заселуха смогла. Компания с таким названием прописала здесь 126 мигрантов. Ну только кровати, 7 кроватей, 150 тысяч. Проблем по пояс виноватых нет. Из-за коммунальной аварии бизнесмены-арендаторы подсчитывают убытки. Мать и трое детей погибли на пожаре. Трагедия произошла в поселке при станции Чайковская Нытвинского района. Там в ночь на 30 августа вспыхнул частный дом. Пожарные нашли обгоревшие тела 29-летней хозяйки и ее троих детей 2, 10 и 11 лет. Отец находился на заработках. Предварительная причина возгорания – перегрузка электросети. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на момент возникновения пожара в сеть было включено 4 электроприбора, в том числе электронагреватель, в зоне расположения которого находился очаг возгорания. При осмотре тел следов, указывающих на криминальные причины гибели, не обнаружено. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование взяла под личный контроль руководитель Краевого следственного управления. Снесенное ветром после урагана прошло два дня, а его последствия в городе до сих пор до конца не ликвидированы. Например, в микрорайоне Запрут. Там шторм погулял в полную силу, вызвав серьезные разрушения, с которыми жители частного сектора своими силами справиться не могут. Репортаж Екатерины Леоновой. Буря, прошедшая по Перми в минувшие выходные, была короткой, но разрушительной. Так в ее эпицентре оказался частный сектор микрорайона Запрут. Штормовой ветер погнул заборы, трубы и сорвал с домов крыши. С особым гневом стихия обрушилась на несколько домов в самой верхней части Запруда. Где-то сорвало шифер, где-то накренились ворота. А вот домовладение у Владимира Зеленина досталось больше всех. Самого хозяина в тот день дома не было. О последствиях стихийного бедствия он узнал позже от соседа. Приехал и просто ужаснулся. И как-то даже руки опустились. Сорвал половину крыши дома и крышу гаража. Сейчас надо все это разбирать и начинать все строить заново. Я думал, что когда смотришь передачи, то помогают людям, кто впал в беду именно по метеорологическим условиям, по смельчим, ураганам. Ну и думаю, что тоже нам помогут. Просить помощи непривычно, но, видимо, придется. На носу сезон дождей. За такой короткий срок крышу пенсионеру своими силами как ни старайся не восстановить. Шторм разрушил часть чердака, поломал стеклопакеты на веранде. Все это, унесенное ветром хозяйства, рухнуло на проезжую часть, снеся фрагмент забора. Теперь, только чтобы очистить дорогу в частном секторе от этого хлама, рабочие просят сумму раз в пять больше ежемесячной пенсии. Понимаете, вот говорят, надо было страховаться, да? Но если бы я знал, что бывают у нас такие ураганы и смельчатые, наверное, я подумал бы. А то тут никогда такого не было ведь. Если бы дом был застрахован, искать средства не пришлось бы. Да и средняя стоимость страхового полиса в десятки раз меньше затрат на ремонт и восстановление попорченного стихии имущества. Стоимость страховки рассчитывается, исходя из цены самой постройки. В среднем от 0,6 до 1%. Ну, это вот максимум 5-10 тысяч. Нужны справки из метеорологических служб, которые подтверждают, что это все произошло. И, конечно, сразу же по факту, подтверждающему вот это событие. И после оценки ущерба, да, производится работа. В некоторых случаях можно рассчитывать и на поддержку со стороны государства. Решение по каждой ситуации принимается индивидуально. При расчете величины компенсации учитываются масштабы разрушений, а также социальное и материальное положение пострадавшей семьи. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Пьяный водитель протаранил 4 машины, припаркованные у дома 16 по улице Уфимской, что в микрорайоне Краснова. По словам очевидцев, сначала он врезался в металлическое ограждение, а затем в стоящие машины. После чего, покинув свой автомобиль, Джили М. Грант попытался скрыться в лагу. Но местные жители его догнали и передали сотрудникам ДПС. Медицинское освидетельствование показало, что в крови водителя содержится 0,77 промилле алкоголя. Потерпевшие намерены взыскать слегка компенсацию ущерба. Сам он заявил, что работает сотрудником диспетчерской службы одного из такси, а машину разбил, переживая из-за проблем в личной жизни. 126 жильцов под крышей одного административного здания. В Закамске прокурорская проверка выявила нежилой дом, в котором бок о бок соседствовало более сотни нелегальных мигрантов из Средней Азии. Правда, исключительно по документам, временную регистрацию в пустующем строении иностранцам предоставляла компания с говорящим названием «Заселуха». Продолжит Елена Яговцева. В тесноте, да не в обиде, в этом не просто резиновом, а можно сказать, безразмерном доме по документам проживала большая многонациональная семья из 126 человек. Причем виртуальные домочадцы ничуть не стесняли друг друга, ведь соседствовали они лишь на бумаге. Приезжих из ближнего зарубежья объединял лишь штамп о нелегальной прописке. Этот дом пермские правоохранители обнаружили в ходе прокурорской проверки. Сотрудников миграционной службы насторожило, что целая рота гастарбайтеров зарегистрирована по одному адресу – Лужская, 11. Однако арендаторы здания сообщили, что в нем располагается мастерская по изготовлению мебели, без всяких удобств и тем более спальных мест. Мы здесь находимся два месяца, до этого здания пустовало. Здесь никого по прописке нет. Это административное здание, то есть тут прописать в принципе невозможно было. Но аферисты такую возможность все же нашли. Фиктивную регистрацию оформляла компания «Заселуха». За штамп о прописке сроком на один месяц директор фирмы якобы брал по 4 тысячи рублей. А в регистрирующий орган предоставлял поддельный договор аренды на здание, в котором оно значилось как гостиница на полторы сотни мест. Липовая прописка иностранцев стала для ООО «Заселуха» бизнесом. Это организация не Кировского района, она зарегистрирована в городе Перми, по-моему, в Серловском районе, если мне память не изменяет. И в данной ситуации они как раз занимаются бизнесом в сфере миграции. В ходе проверки они своей вины не признавали. Ну, а в ходе расследования посмотрим. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Эффективная постановка на учет иностранных граждан». Следователи не исключают, что «Заселуха» могла эффективно заселить постояльцами и другие дома. Самое опасное то, что реальное местонахождение прописанных таким образом мигрантов властям неизвестно. А это осложняет эпидемиологическую и криминогенную обстановку в Перми. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Проблем по пояс в буквальном смысле. Из-за порыва водопровода затопило подвальное помещение дома 13 по улице Липатова. Предприниматели, арендующие там площади, теперь в больших убытках. Весь товар ушел под воду. Жильцы пятиэтажки тоже переживают. Не окажется ли ущерб от вытекшей воды, распределен на всех в виде расходов на общедомовые нужды. Ответы на вечные вопросы. Кто виноват и что делать, искал Евгений Гуляев. Фото с мобильного телефона предпринимателя, который запечатлел ущерб от потопа в подвальном помещении дома Полипатова 13. Холодильник дрейфует по поверхности, унитаз и продуктовую тележку практически скрыло. В соседнем помещении не лучшие ортопедические кровати ушли на дно. Вскрыли помещение, зайти не могли. Мы купили сапоги, которые болотные называются. Дошли сюда. Это было ужасно. Все оборудование плавало. Уровень воды поднялся. Уже подсохло, но немножечко видно. Около метра был. Вода пребывала в подвальное помещение более суток. Все это время от полного затопления спасали вот такие вот помпы. Но, как вы сами видите, вода здесь до сих пор остается. Ущерб только начали подсчитывать. Здесь надо все восстанавливать. Но только кровати, 7 кроватей, 150 тысяч кровать стоит. Потоп начался в воскресенье. Предприниматели откачивали воду, а она все прибывала. Аварийные службы только в понедельник вечером перекрыли сеть, отключив от водоснабжения несколько домов. Если бы в воскресенье перекрыли бы воду по вот этой ветке или хотя бы в этом районе какой-то, то такого бы ущерба, такого бы гигантского, скажем, ущерба, его бы не было само собой. Жильцы дома тоже обеспокоены. Воды утекло немало. И если порыв был в границах дома, то не обернется ли это астрономическими суммами за расход воды на общие домовые нужды. Вылилось 200 кубов воды. А вот чьи трубы прорвало, пришлось выяснять. В Новогорприкаме сообщили, сеть ничья. И за всеми вопросами направили нас в администрацию Кировского района. Там подтвердили, сети бесхозные, но жильцов попросили не беспокоиться. Порыв на внешних сетях, так что в квитках он не отразится. А вот с пострадавшими предпринимателями все сложнее. Что касается конкретно дальнейшего возмещения ущерба, я так понимаю, это в судебную плоскость может перейти, да? Я думаю, что скорее всего так и будет. Скорее всего это будет в судебном порядке решаться вопрос. Предприниматели, оказавшиеся в зоне затопления, уже готовят материалы для направления в суд. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Реальный должник, прикамский актер Армен Бижанян оказался в базе данных регионального управления службы судебных приставов, которые предстоит взыскать с комедианта более 400 тысяч рублей. Напомним, Бижанян играл роль Арменки в сериале «Реальные пацаны», который снимали в Перми. Сводное исполнительное производство поступило к приставам Осинского района. Армен Бижанян задолжал физическим и юридическим лицам, органам МВД, МЧС и налоговой службе. В общей сложности 9 исполнительных документов. В добровольном порядке актер долги не погасил. Имущество, которое можно арестовать по месту регистрации лицидея, приставы не обнаружили. Но нашли объект недвижимости, принадлежащий должнику. Кирпичное здание площадью 540 квадратных метров. После оценки его передадут на реализацию. Вырученные средства пойдут в счет погашения долгов Армена Бижаняна, которых в общей сложности накопилось на 420 тысяч рублей. Мам! Чё надо? А дай ты ещё. Хрен тебе, не роботи. Коля, если что, у меня есть. Чё там у тебя есть? Я всё слышу. Ещё раз ему дашь? Я кому-то подавалки, я кому-то побралки так дам. Под дождём или палящим солнцем в ожидании автобуса. Обитатели жилого комплекса Грибоедовский жалуются на отсутствие остановочного комплекса вблизи их домов. Почему столь плотно населённый жилой массив до сих пор не оборудован павильоном, когда пассажиры дождутся комфортных условий, выясняла Евгения Караксина. В Грибоедовском Наталья Князева живёт всего полгода. Говорит, здесь хорошо, если никуда не выезжать. Как соберёшься с ребёнком в поликлинику или на молочную кухню, так сплошные трудности. Начинаются они на остановке общественного транспорта. Здесь нет укрытого павильона. Сейчас начинается осень, будут дожди, холодно. С ребёнком, с коляской очень неудобно. Стоять сильные ветра здесь, стоять и ждать. Автобусы ходят не так часто по графику. Раз в 15 минут, выходные раз в полчаса. Сейчас через эту остановку проходят три автобусных маршрута. 33-й, 38-й и 75-й. Здесь был столб. Ветром его снесло, и всё, больше никто не ставил его. Столб один? Да. Ну, то, что остановка, это здесь. Вот только вот линии обозначены, то, что остановка, и всё. Но если в сторону микрорайона Садовой остановка общественного транспорта хотя бы санкционированная, то на обратном пути водитель автобуса может и не высадить пассажиров вблизи жилого комплекса. Не положено. Например, автобус 33-го маршрута беспрерывно следует от микрорайона Садовой до Архирейки. Иногда пассажиры слёзно просят водителя высадить их здесь, на перекрёстке Грибоедово-Уинска. Это делать нельзя, поэтому жильцы без того разрастающегося жилого комплекса Грибоедовский просят установить здесь официальную остановку общественного транспорта. Потому что вот если люди живут здесь, им приходится, получается, очень далеко идти. А здесь идти негде, тротуара нет. Получается, приходится идти по дороге, а это ещё больше риск. Эти вопросы мы адресовали городскому департаменту дороги транспорта. В письменном комментарии нам ответили, на этом участке остановки жилой комплекс Грибоедовский тротуар совмещен с посадочной площадкой. По ГОСТу для полноценного остановочного павильона здесь пока мало места. Строительство жилого комплекса и благоустройство прилегающей территории не завершено. А рядом с остановочной площадкой установлено ограждение. В будущем, когда застройщик завершит все свои работы, департамент дорог и транспорта рассмотрит возможность установки павильона, если для этого будет свободная территория. Ограждение необходимо. Здесь возводятся два 25-этажных дома. Завершить строительство планируют в первом квартале 2017-го. Очевидно, после этого здесь и появится павильон. Оборудовать же остановку в обратном направлении не позволяет слишком близкое соседство частных домов. Евгения Караксина, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей. В Прикаме проводится акция «Я помогаю». Участие в ней принимают Министерство социального развития Пермского края и Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». За период ее работы с февраля этого года более 2300 нуждающихся семей получили продуктовые наборы в 22 самых отдаленных территориях края. Почти 6000 человек получили необходимую одежду, обувь, игрушки и школьные принадлежности. В сентябре планируется организовать ярмарки в Кунгурском, Качевском, Пермском районах. Руку помощи может протянуть каждый. Адрес фонда – Советская 64. Работает и круглосуточный телефон «Горячей линии». Он на ваших экранах. Работает и круглосуточный телефон «Горячей линии». Работает и круглосуточный телефон «Горячей линии». Работает и круглосуточный телефон «Горячей линии». Продолжение следует...